Всем привет, мои хорошие! С вами Селена. Сегодня мы будем краситься. И настал тот день, я не выпользовала еще краску свою всю, уже отросли корни. И что-то мне приснился сон, что я хочу притемниться. Точнее, не так. Мне приснился сон, что я вообще брюнетка такая, знаете, прям темная. Но когда я проснулась, у меня была мысль, что такая, ой, все, в темный. Потом я вспомнила, что темный немного не мое, все-таки блонд мое. Но мне захотелось чувство такое, приглушить этот блонд яркий. То есть сделать его чуть более благородным, да, может быть, внести какие-то бежевые. То есть, может быть, уровень блонда чуть снизить. Вот такое ощущение какое-то, да, вот эта вот яркость. Захотелось ее чуть-чуть притонировать, да, заглушить. Вот. И, короче говоря, сначала я думала, может быть, корни, потом не знаю, корни не корни, могу все. Но я думаю, что вдруг я буду жалеть, что покрасила, потому что белый давно уже, это же, знаете, тоже вот это вот осветляешься, портишь волосы отчасти. Я выбрала себе краску Estelle Princess, потому что она смывается быстро, тонировка смывается быстро этой краски. Я выбрала цвет 9,76. На раскладочке он такой был довольно темный. Здесь присутствует бежевый цвет, я так поняла, и фиолетовый. То есть то, что взаимосвязано, приглушает желтизну. И для меня самое главное, чтобы не было зелены. Вот. И мне продавец сказал, что вот зелены не будет, вот это именно вот прям будет то, что нужно. Плюс каждый раз, когда я буду мыть голову, цвет будет все становиться светлее и светлее, потому что база вот такая. Я думала сначала покрасить, может быть, корни отдельно, как-то там длину отдельно. Потом еще думаю, чтобы не заморачиваться, просто все покрашу на 3%. То есть просто затонирую волосы, да, и не буду отдельно красить и поднимать корни. Но я планирую, что они, как бы, все будет в одном цвете такого, в одном цвете. Я не знаю, что получится, взяла две краски. Очень хочу уже притонироваться и начать снимать новые виды, наверное, с новым цветом уже. Поэтому приступим. Так, сейчас достану 3% оксида и... И что? И где это все разводить? Я, наверное, сделаю сразу краски обе, две. Или сначала одну, может, потом вторую. Вот тебе дилемма еще. Наверное, обе две. И сразу по длине буду проходиться. Оно может сильно притемнить мои волосы. Или была, не была. Пофиг. Блин, реально страшно мне. Прикиньте. Все две пачки, да, буду делать? Тогда наливаю 120 сразу. Нереально очкливо. Но хочется, понимаете? Я поняла, что это такое наше, короче, девчачье. Тут, понимаете, вот ничего. Кристинкой созвонились, она говорит, я хочу посветлее. А я говорю, я хочу потемнее, ну, притонироваться. И в прошлый раз мне хотелось просто осветлиться. Как вы помните, все в блонд закрасить. Я просто смирилась и поняла, что это, ну, это такая вот девчачья наша тема. Сегодня мы хотим посветлее, завтра потемнее. И почему нет? Ну, почему нет? Вот это, мне кажется, это самая малость, которую мы можем себе позволить изменить цвет волос. Тем более я сейчас не в темный цвет, да, в темный прям цвет или черный, когда красят, кажется, более рискованно. Но если человек готов и он хочет, блин, это всего лишь волосы. Кто-то на лысо бреется, делает короткие стрижки, потом отпускает эти волосы, там, меняют цвета всякие разные. В общем, ничего страшного. Ну, оно как бы страшно. Ну, по сути, ничего страшного. Я и в розы выкрасила волосы, и в рыжий. Если что, все можно изменить в любой момент. Я всегда готова к переменам. Будь что будет. Ну, все, поехали. Не знаю, мне такое ощущение, что сейчас у меня будет какой-то супер темный цвет. Ну, это не факт. Начну я с корней. Как бы, по идее, они должны, вроде бы, немножечко, наверное, подняться, притонироваться. На тройке они не будут осветляться. Хотя мой уровень это где-то восьмерка, наверное. Может, семерка. Я не знаю, какой уровень у меня моих волос, моих корней. Сейчас покрашу сначала вот так вот корни с заходом нормальным. А потом буду каждую прядку брать и пройду, ну, как бы, по длине. Вот так, видите? Прям не жалея. До половины можно. Главное, все промазать. Я вообще хотела маму позвать, покрасить меня. Но у меня, так как все спонтанно очень, и делаю еще сейчас. Вот я крашу, у меня сейчас будет супервизия через уже час двадцать. Я, наверное, как раз только смою волосы, буду с мокрой головой сидеть. В общем, вот таким макаром крашим волосы. Краски много, хотя в любом случае начну с корней. Если что, корни притонируются, потемнятся чуть-чуть, да? А по длине уже растянем. Вообще, как-то я хотела себе притемнить корни и купила краску себе Estelle на восьмом уровне у меня. Но кто-то мне сказал, что восемь – это очень темно, типа. Вот она у меня лежит. Так что, если мне нужно будет притемнить корни, то у меня есть еще восьмой уровень краски. Я не в перчатках. Перчатки надо одеть. Покрасила я сейчас корни только, ну, прям замахом. Ну, вроде такой темноватый цвет. Ну, прям, я имею в виду, что красивый. Ну, может, он еще мало потемнел. И вроде красиво даже корни сравниваются. Ну, вот сейчас перчатки одену. Я все это время без перчаток красила, аж побежала мыть их скорее. Сейчас перчатки одену и вот уже по длине буду тоже красить. А может быть, не так много красить. Сейчас подержу, может, 20 минут корни. А по длине поменьше. Наверное, вот так. Потому что блонд может сильно взяться. Чтобы сильно темным не было. Сейчас подожду. Хотя, знаете, что я подумала? Я же не осветляю. Мне же не нужно корни сейчас держать 40 минут там или сколько-то, да? Мне все вместе, кажется, хватит на полчаса. Так что я сейчас длину тоже покрашу. Все равно потом еще эмулигировать будем. Потому что я думаю, что у меня краски не хватит. Блонд очень хорошо впитывает. Я вот так сейчас просто распределю. Примерненько. Чего-то. Как получится. И все равно нужно будет с водой все это проэмулигировать. И еще потом подождать, чтобы не было пятен. Волосы так отросли уже, такие длинные. Незаметно. Мне кажется, даже можно брать не кисточкой, а реально в руки вот так вот. Брать вот так вот. И все, и вот так вот. Мне так проще. Вот так прям. Раз. Прятки. Руками чувствуется лучше, вот где ты промазываешь. Ну вот, я сейчас все промазала, как бы, но я понимаю, что оно вообще, ну не впиталось, как бы, и если разобрать эти все пряди, они будут реально с пробелами. А нам этого не нужно, поэтому здесь по-любому надо подождать. Потом намочить. Все как следует, прям эмулигировать, и еще минут 10-15 ждать. Все, вымазала все. Все на волосах. Все, сейчас 10 минут прям подожду. Потом водичкой все намочу. Ну вот цвет красивый пока что, какой-то прям жемчужный даже, притемненный жемчужный. Ой, смотрите, какая темненькая, прошло 15 минут. Сейчас я все это намочу водой, проэмульгирую, и еще минут 5 подожду. Вот так вот это выглядит. В общем, 5 минут, наверное, подожду, и пойду уже полностью смывать. Ну все, мои хорошие, мне кажется, пора смывать. На волосах сейчас достаточно темный, насыщенный цвет, но успокаивает то, что сталь быстро смывается. Все, я пошла. Скоро вернусь. Сделала масочку. Сейчас 5 минут подождем. Олин маска. Смотрите, какой цвет темный. Мне кажется, что у меня прям свой цвет русы. Но в целом мне нравится, знаете, когда волосы намокают, я больше люблю, когда они темнеют, ну становится темнее. Когда из воды вылазишь из бассейна вот так вот, да, и такие темные волосы назад, как бы, да, такие темноватые. Смотрятся более контрастные волосы, которые смотрятся более контрастные волосы, нежели когда блондий назад. Так что, пока что я не расстроена. Но мне нравится, как взялись корни. Посмотрите, разницы нет. Прикинь, при мокром нет разницы. Это я сейчас посушу. Мне кажется, вообще будет бомба. Прям, мне кажется, то, что хотела. Так. Ой, класс. Прям ощущение новое какое-то. Мне нравится. Единственное, что у меня сейчас уже начинается супервизия. И я, наверное, вернусь после нее. Буду сидеть сейчас с мокрыми волосами. Сейчас я их попшикаю. Так, смотрите, маску быстро покажу, какую я сделала. Маска довольно дорогая. Вот такая маленькая, 250 мл. Я, по-моему, за 630 рублей взяла. Но здесь эту маску недолго надо держать. 5-10 минут. А я люблю быстроту. И она реально очень хорошо увлажняет. Там написано на ней, что прям самые даже там супер сухие восстановят. Брызгаю я леката уже давно вам показывала. Но он чуть подиспортился. Поэтому, ну, мне кажется, что подиспортился. Когда я его вначале брала, был лучше. Вот уже будильник звонит, значит, без пяти. Все. Пусть пока сохнет. Ну что, мои хорошие. Прошло полтора часа. Супервизия закончилась. Видите, у меня чуть-чуть уже посветлее волосы стали. Ничего не видно. Никаких там желтых. Еще светлее, да, стали? Ну, давайте я их сейчас посушу, красиво уложу и вернусь. Ну что, все. Посушила я. Уложила просто волосы. Вот так вот. Вот смотрите, что получилось. Красивый цвет довольно. Он стал еще светлее. Вообще никакой желтизны. Да. Довольно классный цвет. И в целом, ну, я ощущаю себя блондинкой. Просто блондинка не такой яркой. Такой немножко приглушенный, благородный более цвет. Мне нравится. Еще мне нравится, что я покрасилась на 3%. Отдельно ничего не делая с корнями. Но все равно у них эффект такой более темный, да, и плавно выходящий в мой основной цвет. Мне это нравится. Ну, то есть оксид меньше используем, да, ничего отдельно не делаем. Плюс вот такой вот интересный эффект. Вообще смотрится однородно как-то. Как будто одного цвета все. Вот. Ну, посмотрим. Понаблюдайте во влогах, как будет смываться. Я думаю, смываться будет довольно быстро. И мне даже интересно. Будет появляться более теплый оттенок. Мне даже интересно. И в дальнейшем, может быть, я затонируюсь еще. Также покрашусь в следующий раз просто на 3%. Да. И потом можно будет даже вот осветляться чуть-чуть волосы. Да, вот здесь вот тонировка сойдет. И можно будет брать просто эту краску на 3%. Чуть-чуть вот так вот подкрашивать корни. И все. И будет плавный такой переход. Ну, надо, чтобы просто длина чуть-чуть напиталась вот этим пигментом. Потому что если бы я сейчас, понимаете, да, покрасила вот этим цветом чисто корни и не трогала бы длину, то сейчас были бы такие темные холодные корни, да, а длина такая желтая-белая. Ну, как бы без тонировки некрасиво. Сейчас вот эта вот длина напитается чуть-чуть этим пигментом. И потом можно будет по длине проходиться через раз, через два. Мне очень нравится. Это то, что нужно для блондинки вот такой, как я была. Даже вот это ощущается, ну, прям, знаете, таким кардинальным каким-то решением. Напишите, как вам. Сейчас я сзади покажу. Как волосы блестят, как они там прокрасились. Посмотрите сзади. Хвостик. Мне почему-то кажется, что всё просто прекрасно. Ну, и я себя чувствую, естественно, обновлённой, классной и без кардинальных каких-то решений. В общем, пробуйте, смотрите. Жду ваши комментарии, как вам, что скажете. Потому что, когда я делала опрос в Инстаграме, там прям 50 на 50 девочки проголосовали. Ровно одинаковое количество. Кто-то говорит, красься, кто-то говорит, нет. Так что мне теперь интересно мнение тех, кто хотел, чтобы я покрасилась, думали ли вы, что будет что-то такое, или думали, будет темнее. А те, кто говорили, ни в коем случае не красься, как вам такой цвет? Недалеко же ушла. Не сильно расстроились. Но главное, что я довольна. Я сама себе опора, как говорится, да? Сама себе лучший критик и поддержка. Поэтому мне нравится. Но вас послушать тоже интересно. Так что жду ваши комментарии, лайки обязательно. Ну и прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok